Первокурсники факультета энергетики и электротехники Чувашского государственного университета имени Ульянова познакомились с Чебоксарским электроаппаратным заводом. И этот день они точно запомнят. Почему? Об этом Ольга Пырочкина. Студентам нужна работа по специальности, электротехническому кластеру, молодые кадры. А городу, чтобы мозги не утекали, например, в Москву. Чтобы убить сразу трех зайцев, стороны организовали необычное знакомство будущих инженеров, первокурсников Чувашского госуниверситета. С, возможно, их будущим местом работы. В формате квеста. Напутствовал ребят глава города Евгений Кадышев, который сам когда-то закончил этот факультет. Очень тяжелый факультет, тяжелые задачи, тяжелые задания. Но мы учились, старались и выросли, так сказать, нормальными инженерами. Я думаю, что никто из нас до конца жизни не перепутает фазу с линейным напряжением. 140 человек разделили на 7 команд. Впереди 8 станций по всей территории завода и 8 заданий на время. Первое – определить средства индивидуальной защиты для работы в электроустановках. Честно скажу, все правильно сделали. Минус 0,4. Молодцы, ребята! Дальше профильные загадки. За неправильный ответ – 10 приседаний. Первая загадка. Для электриков закон нам придумал доктор О-О-О. Правильно. Вторая загадка. Коль пожара не хотите, нужен вам. А где дышусь? А где дышусь? Нет. Да, приседайте. И один из самых сложных моментов. Вам нужно будет собрать электрическую цепь, чтобы загорелся светодиод. Диод с лимоном, да. Все верно. Будущие инженеры знают, что лимонная кислота – это электролит. Оцинкованный болт играет роль отрицательного полюса, а медная пластина – положительного. Приходится повозиться, но в итоге диодная лампочка загорается. Команда номер один с голубыми браслетами приходит к финишу второй. Между станциями ребята успевают заглянуть в офисы и цеха завода. На самом деле квест, мне кажется, удался. Нам очень понравилось. Было интересно проходить все станции. Чувствуюсь сплоченность команды. Лично я увидел современную технологию, современные цеха. Возможно, тоже в будущем хочется взять свою жизнь сейчас. Опыт оказался удачным, а значит, такие знакомства продолжатся. Руководство города планирует создать в столице республики своего рода молодежный клуб для будущих инженеров. Самому городу необходимо, чтобы формировалась такая интеллектуальная инженерная среда среди молодежи. Чтобы молодые люди между собой на профессиональном языке разговаривали о проблемах, о проектах, о новых разработках. Ольга Пырочкина, Валерий Резюков, Республика.